Добрый день! Вы смотрите новости. С вами Анна Москаленко. И вот главные темы. Дом номер 13 в научном городке больше не считается несчастливым. Совместными усилиями собственников и представителей власти удалось вовремя остановить разрушение пятиэтажки. С 1 марта изменились правила прохождения медицинского освидетельствования для водителей. Как? Расскажем далее. Всемирный день дикой природы отмечают 3 марта. Это праздник нетронутых человеком территорий, за охрану которых божатся ученые со всего мира. Как сохранять природу нашего региона, узнаете в выпуске. Дом номер 13 в научном городке больше не считается несчастливым. Совместными усилиями собственников и представителей власти удалось вовремя остановить разрушение пятиэтажки. Через двор этой пятиэтажки проходит кратчайший путь в школу и детский сад для жителей нескольких домов научного городка. Но с некоторых пор эта дорожка превратилась в своеобразный квест на выживание. Из-за прохудившейся кровли кирпичная кладка фасада буквально высыпается наружу. Жильцы дома номер 13 уже несколько лет бьют тревогу из-за текущих потолков. Проводка в некоторых квартирах в аварийном состоянии. Огромные сталактиты можно отламывать прямо из квартиры. Олеся Киржаева, одна из жильцов этого несчастного дома, много лет мечтает о хорошем ремонте и жалуется во все инстанции. При этом почти добилась успеха в прошлом году. После того, как прокуратура написала жалобу, мне сделали ремонт фасада, крыши на 80 тысяч. После этого акт подписали, все нормально было. Вот теперь наступило, ну вот, пожалуйста, все то же самое, что и было в прошлом году, ничего не изменилось. Там тоже так же в комнате течет все. Это крыша дома номер 13 в научном городке. В минувшем году, летом, здесь сделали заплаточный ремонт над одной из квартир. До сих пор остался бифон, ну там его немножко. Но, как оказалось, ремонт этот был почти бесполезен. Почти бесполезно, потому что ремонтировалась только кровля, а фасад дома не ремонтировалась. Кирпичи продолжают сыпаться буквально на головы людей. Пока, правда, никого не убило и будем надеяться, что и не убьет. Глава научного городка с проблемой знакома давно, но решить ее удалось только недавно. И только благодаря выверенным совместным действиям власти и собственников дома. Обслуживающая организация ДЭС-1 сегодня предпринимаются меры по демонтажу подвижных участков кирпичной кладки с фасада. Ну, для того, чтобы, собственно говоря, не случилась трагедия. Кирпич не упал на голову. Аминистрация города состояла совещание, на котором комиссионно принято решение о том, чтобы перенести срок по проведению капитального ремонта именно по этому дому с 2026 на 2023 год. Добиться ускорения капремонта было совсем непросто. Достаточно сказать, что собственники дома номер 13 дважды собирали необходимые документы. И только во второй раз с помощью администрации села и города это удалось сделать правильно. Это значит, что у жителей дома под счастливым числом 13 есть надежда, что вот такие таблички очень скоро будут неактуальны. Константин Ганов, Сергей Седых, Роман Хайрулин. Новости. Новый портал «Объясняем.рф» запустили в Россию. Там будут размещать достоверную информацию по актуальным вопросам, а также опровержения слухов и фейков в интернете. На портале можно узнать о работе аэропортов, учебных заведений, наличия в магазинах продуктов первой необходимости и изменениях в социальных выплатах. Кроме того, на сайте есть раздел «Обратные связи». Свои вопросы россияне могут задать через страницы «Объясняем.рф» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Вайбере. Сообщения будут принимать постоянно. Для формирования ответов уже привлекли все министерства и ведомства страны. Новые возможности открываются перед бизнесом в период нестабильности. Как ими могут воспользоваться алтайские предприниматели, рассказала финансовый консультант Татьяна Лырчикова. Она провела в Барнауле семинар для представителей малого и среднего бизнеса. По мнению Татьяны, сегодня главное и для бизнесменов, и для потребителей сохранять спокойствие. Поддаваясь панике, люди принимают поспешные решения. Они скупают бытовую технику и приобретают иностранную валюту. Через несколько дней, когда ситуация начинает стабилизироваться, они обнаруживают, что потеряли деньги. Избегать импульсивных трат, по мнению консультантов, помогает расчет наличными. Пропуская деньги через руки, люди делают осознанные покупки. Для бизнеса, напоминает Татьяна, любая нестабильность открывает возможности и высвобождает новые ниши. Хочется просто немного развернуть взгляд людей, которые занимаются бизнесом, которые сильно переживают о поставках. Сейчас неизвестно, как коммуницировать будут внешние экономические связи. И направить непосредственно внимание на внутриэкономическое развитие. Денежные средства остаются в России. С 1 марта изменились правила прохождения медицинского освидетельствования для водителей. Автомобилистам, которые уже попадались за рулем в недрезвом состоянии, стало сложнее получить справку от нарколога. Их будут проверять на злоупотребление спиртного. И это прописано в приказе тех нарушителей, которые были лишены права управлять автомобильным за управление в состоянии алкогольного пьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В прошлом году за недрезвое вождение в Крае лишили прав почти 5,5 тысяч человек. А больше 2,5 тысяч водителей отказались от медицинского освидетельствования. Алкотесты для получения справки таким гражданам обойдутся в 3 800 рублей. Муниципальный этап конкурса «Учитель года» начался в Барнауле. 28 участников презентовали свой педагогический опыт. Как сообщили в городском комитете по образованию, учителя продемонстрировали свою методическую грамотность, соотнесение педагогической теории с практикой и рассказали об инновационных методах работы с детьми, показали видеоролики и презентации с достижениями своих учеников. Все участники успешно справились с первым заданием. Далее им предстоит провести учебные занятия с детьми и продемонстрировать свой опыт уже на практике. Масленица – праздник, который длится неделю, и отмечают его вне зависимости от возраста. Сегодня масленичные гуляния прошли в одном из детских садов Барнаула. Славянский праздник провели педагоги Центра эстетического воспитания «Песнохорки». Всего в праздники приняли участие 60 детей. Дошкольникам рассказали, как называется каждый день масленичной недели, а также в чем традиции сегодняшнего – лакомки. В этот день принято печь и есть блины и пироги. Детям очень нравятся вообще эти старинные все забавы. Они просто вникают настолько, что они себя чувствуют как единое целое в этом празднике. Потому что дети – они непосредственные. Это мы взрослые, уже пытаемся себе какие-то там заморочки надумать. А детям – они просто входят в этот праздник, как и должно быть. Для Центра «Песнохорки» сегодняшняя масленица – не первое выступление перед воспитанниками детских садов. Ежедневно всю эту неделю они проводят праздники для любителей блинов и хороводов. Завтра они посетят еще два барнаульских детских сада. Выставку кузнечного мастерства и гончарного искусства «Талант и мастерство» открыли в галерее «Универсум» Алтайского государственного университета. Ее гости увидели расписанную посуду из глины, а также гербы, ветки и деревья из металла. С большим желанием хотел показать людям, как из металла можно показать живое. Что у нас больше можно, например, оживотворить. У меня на интуитивном отношении больше тяга к растительности. И я стараюсь показывать больше художественной ковки растительного направления. Авторы выставки – кузнец Валерий Бельмецов и гончар Юрий Семенов. Мастера считают свои занятия настоящим искусством, которое будет востребовано в любое время. Ну, художник – это прошлое, настоящее или будущее. Это вечное, я думаю, да? Поэтому любое искусство – это тоже вечное. Или кузнец. Ну, кто он? Прошлое, настоящее или будущее. Также и гончарное дело. Причем гончарное дело, оно настолько вот такое интересное и загадочное. Но сейчас, конечно, технологии какие-то уже пришли. Уже вот тот дух сам по себе, он как бы несколько утрачивается. В подготовке выставки мастерам помогали студенты классического университета. Познакомиться с гончарным и кузнечным искусством можно в течение месяца. Мастер гончар – это новая мастерская у нас в Алтайском крае. Она существует совсем недавно. Он только начинает заявлять о себе. И когда он показал произведение своего творчества, предметы, которые выполняет именно он, нам они показались очень интересными, такими самобытными, необычными. И мы все-таки приняли решение, что он будет участвовать у нас. Завтра, 3 марта, Всемирный день дикой природы. Это праздник нетронутых человеком территорий, за охрану которых борются ученые со всего мира. В Алтайском крае особо охраняемые территории представлены заповедниками и заказниками. 15 сентября 2020 года к ним добавился национальный парк Салаир. На его территории обнаружили около 30 видов растений, включенных в Красные книги Алтайского края, а также больше 40 видов редких животных. Сейчас в парке проводят зонирование территории. В Салаире появятся заповедные, особо охраняемые, рекреационные и хозяйственные зоны. Это позволит развивать на территории парка научный и познавательный туризм. Но только таким образом, чтобы не навредить природе. Люди все-таки едут смотреть не на инфраструктуру, не на номера красивые, они едут за природой. Если эта природа будет страдать, деградировать, уничтожаться, то сюда просто перестанут ехать. Узнать больше о заповедных зонах Алтайского края и их обитателях можно в авторской программе Артема Кудинова «Ваша партия». Смотрите эфир в четверг 3 марта в 18.00 и в 21.30 на канале Катунь24. И на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Хорошего дня!